Тянет, потянет, тянет, потянет. Задорно и весело встречают гостей воспитанники специальной школы номер 12 в Иркутске. Сегодня здесь настоящий праздник. На базе учреждения открыли региональный ресурсный центр по оказанию методическо-консультативной помощи при работе с детьми с ментальными нарушениями. Открытие такой площадки ждали и готовились. Специалисты прошли обучение в Институте развития образования Иркутской области, а также переняли опыт у своих псковских коллег. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа, учитывая зону актуального и ближайшего развития ребенка, для того, чтобы процесс обучения был максимально эффективен. Мы не стремимся давать в этом ресурсном центре и в этих классах академические знания. Наша задача – обучить детей жизненным компетенциям. Подготовили к открытию и сами помещения. В центре появилась своя гончарная мастерская. В кабинетах сделали ремонт, закупили парты, стулья и шкафы, на полках которых теперь разместились развивающие игры и методическая литература. К слову, разрабатывать свои учебные материалы в центре начнут в ближайшее время. С их помощью педагоги центра будут давать рекомендации по сопровождению особенных детей и их родителей. Взаимодействие со специалистами, грамотными, где выстроена системная работа, как это предполагается в региональном ресурсном центре, будет наверняка полезно и для семьи, и для особого ребенка. А самое главное – для широкой общественности, потому что люди больше узнают о наших детях, больше узнают о таких семьях. Еще одной главной задачей для центра станет координация отношений между разными учреждениями, в помощи которых так или иначе нуждаются дети с ментальной инвалидностью. Как отметил руководитель федерального ресурсного центра Андрей Царев, только общими усилиями можно эффективно включить особенных детей в социальную жизнь. Ресурсный центр будет способствовать налаживанию и межведомственных связей, потому что особых детей нуждаются в помощи со стороны специалистов здравоохранения, и специалистов социальной защиты, и образования, и культуры, и спорта, и так далее. Поэтому основная задача все-таки – это консолидировать эти ресурсы, консолидировать усилия разных людей и специалистов. Проводить консультации для родителей и педагогов в центре будут как в очном формате, так и дистанционно. Иван Губин, Константин Синицын. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова